Уже порядка 10 тонн макулатуры удалось собрать в ходе акции, объявленной некоммерческой организацией Фонд икоразвития НАО. Напомню, акция «Вместе против рака» в Ненецком округе стартовала еще 4 февраля. Организаторы тем временем отмечают большую активность. Так, например, чуть меньше тонны макулатуры собрали студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Подробности в материале Ольги Русул. За 10 дней больше 10 тонн ненужных бумаг и картона собрали жители города и ближних деревень. Результат впечатляющий. Только учащиеся аграрно-экономического техникума сдали фонд акции 923 килограмма макулатуры. Студент Владислав Иванов лично вложил в общую копилку почти 10 килограммов использованной бумаги. Говорит, пожертвовал старые тетради и конспекты. Для благого дела не жалко. За 9 лет учебы и 2 курса у меня скопилось много черновиков и тетрадок с прошлых годов лет учебы. Ну, это все я вложил в это соревнование. Много, конечно, вложил, много насобирал. Много насобирал газет старых. И так и получилось. Самый скромный вклад в тонну макулатуры от студентов – 21 килограмм. Самый значительный – 551. Его внесли учащиеся группы 284. И заняли первое место в соревновании по сбору. Мы решили собраться всей группой и собирать все вместе. То есть в разных организациях. Ну, кто где мог, дома, кто-то бабушкам звонил, кто-то вот где родители работали. Все собирали. Вот. И вывозили тоже вместе. Ну, то есть всей группой. Акция, объявленная Фондом экологического развития, совпала со Всероссийским экологическим квестом, в котором студенты техникума также принимают участие. Одно из заданий в нем – сбор макулатуры. Кстати, по результатам рейтинга, ребята из НАЭТа сейчас на пятом месте из 100 регионов участников. Этот квест предполагает выполнение ряда заданий. И одним из заданий является как раз-таки сбор макулатуры. Вот, в принципе, ребята у нас этот квест организовали вместе с нашими педагогическими работниками. И, как мы выяснили потом, что проходит акция еще и вот по поддержке, да, значит, людей, заболевших раком, то мы решили и участвовать в этой акции. Собранные килограммы студенты передают руководителю некоммерческой организации Фонд экоразвития Андрею Кузнецову. Очень замечательно и очень рад, что родные стены все-таки у меня техникум, да, и что ребята так активно приняли участие в акции. Это вообще здорово. Тем более, это два составляющих, которые у нас решаются. Это и экологические проблемы, и помощь онкобольным. То есть, и когда я вот сегодня увидел, просто приятно был удивлен, что ребята активно приняли участие. У меня просто нет слов. Очень много организаций подключилось. И аэропорт, и Лукоэл Коми, и крупные, и аптеки, аптека центральной фармации, школы, ну, все учебные заведения, детские сады. То есть, очень много, и очень много физических лиц просто привозят, огромное количество привозят. Кроме того, к участию в акции подключились жители ближних деревень. Нель Минос, вот, директор Нель Миноса мне звонили, сказали, что тоже соберут. Ну, они сами привезут, доставку сюда сделают, макулатура. А с Тельвиской мы сейчас общались, ну, мы машину направим. В зимнике есть машину направим, отсюда заберем сами. Из-за карантина в школах акция будет продлена до 22 февраля. Затем, когда сбор макулатуры будет закончен, ее рассортируют на бумагу и картон, отправят в Киров в пункт приема. Деньги, вырученные в ходе акции, представители фонда передадут в Красный Крест на нужды больных раком. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.